Добавляйте, 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 сейчас мы добавим Так, дорогие друзья, вы скоро, собственно, узнаете, еще добавляетесь Ань, я тут, я тут Ань Да Вот, я сохранил, успел эфир, поэтому всем, кто будет писать, у меня эфир на моей странице сохранен Кто не успел посмотреть, не смотрит там Вот, так что, как бы, успели это сделать, слава Ну и, собственно, да, давай продолжим Демидов спрашивает Что такая Аня Пыльна Да, тебя мало кто узнает Вот, ну, может, у тебя есть какие-то еще заслуги после того, после этой части Участник телепроекта Домбо, знаешь, когда объявляют Мисс Краса 2015 года Лориатта, блядь, международной, там, номинации ты Вот ты кто? Эфир, участник телепроекта Домбо, а дальше? А дальше просто замечательный, душевный человечек Который очень низкий И это нафиг, никого не надо К сожалению Слушай, на самом деле, много что я уже попробовала в этой жизни И Дом 2 мне дал очень хороший толчок Хоть я не люблю вспоминать иногда эти моменты с Дома 2 Но все равно я должна ему быть благодарна Потому что после проекта я была лицом салона красоты И ресторана в караоке И много что успела сделать и подзаработать И до сих пор даже благодаря каким-либо подписчикам Которые остались, к удивлению Уже 8 лет за мной следят кто-то до сих пор Благодаря подписчикам есть какие-то все равно рекламные моментики Которые до сих пор мне вот копеечку приносит Ну, короче, в итоге Экс-участие в телепроекта Гоу-2 И бренд, который вы И просто бренд Бренд вашего рекламы Вашей рекламы Я так это вижу Вот Но в любом случае, ты молодец Молодец Потому что Ты изменилась Говорят, ты изменилась Очень изменилась Я помню, ты реально Ну, ты не была иногда лохушкой на 2-2 Ты не была Аней Якуниной Ой, Аней Якуниной Ты не была этой, как-то Кручининой, знаешь Ты была вон Ты была вон В его единице Ты все держала в блоке Ну, ты так и по жизни Ну, ты так и по жизни Мне тебе и мужик тебе надо Не знаю Не знаю Я зашел на страницу в Инстаграм Ребят, сходите в Каньке Якуниной В Инстаграм Смотрите, там фотки просто Вон, я не знаю Я не знаю Хотите грудью Вот Ладно, мы продолжаем И, собственно, последний вопрос От Марии 5-4-6-0 Она пишет Переделывалась вся Теперь ничем от других уток не отличается Голос противный допомнился Вот голос твой запомнился Потому что они меня с Элой Сухановой путают Потому что голосом запомнилась именно она Элла Суханова, да Такое чувство, что меня перепутали Потому что голос у меня шикарный И ни с кем не перепутать вообще Не вокальный Привет Все передачи Привет Ну, собственно, продолжаем дальше И на это сообщение отвечает Крилла Ван Окси Пишет Я очень долго пыталась вспомнить ее настоящее лицо Вы очень правы Надеюсь, ее родные Надеюсь, ее родные Узнают Вот мне Поэтому вопрос Мама узнает Папа узнает Или что? Узнают Про операцию Скажи, какую первую операцию Ты сделала Сколько у тебя и грудь? Сколько? Груди два раза нос делала То есть Ну, нос у меня и так был нормальный Все меня видели по телевизору Со своим исходником заводским Просто уже жир и бесилась И хотела сделать его меньше Но К сожалению Мне сделали Ринопластику Вообще неудачно Вообще печальненько Просто Я полтора Потому что у тебя мышка не было Ринопластик Вообще Ринопластик Хирург Но я была в депрессии Жуткой Я не могла на себя смотреть В зеркало Полтора года Мне просто было Я тоже это знаю Я сам начал Я тебе скажу так Аня Не знаю как ты Но я Сто процентов Уверен Что можно перекроить Все лицо Но И не измениться А можно изменить Один нос Перекроить И лицо Пишет У меня Грузинский нос Да Вот этот дебил Непонятный какой Его давно уже Пора заблокировать Просто у меня рука Не дотянется Он меня заколевал уже Я тебя отрежу Что-нибудь другое Понял Отрежу Отец Поговорил Да Кто там Да Все Якульно Проснулась После второй Шикарный Армянский нос Но Армянцы Зря так Вот Да Ну собственно Мы поняли Какая первая операция По этой лавке Спасибо Оль Первая Это груди Титюлечки Мои Маленькие Колесенькие Такие были Ну Мне хотелось Их просто поставить На место Они туда-сюда Бегали Со второго На первый Вот Я решила Его поставить На третьем этаже Чтобы он стоял Спокойненько И никуда не дергался Поэтому вот Решила Что мама Говорит Папа Зайдите А не свою дочку Или каждый раз Когда выходишь С утра Они пугаются Ну слушай Я Как сказать Я уже взрослый человек И не спрашиваю Можно или нет И они В принципе Это все Понимают Принимают Поэтому В принципе Мы никогда Вот это Не обсуждаем Ну как бы Я свободный человек И моя жизнь Делаю Что хочу Конечно Мама переживает Потому что Это все-таки Серьезные операции И сейчас На самом деле Если мне даже Предложат Заплатить Рекламу И сделать Еще одну Какую-то операцию Я уже Откажусь Потому что Ну хорэ Надо тормозить А тогда Когда тебе 26 лет И тебе Это все делают Бесплатно За рекламу Там еще И там Сверху там Навали Ну естественно Почему бы не Отказаться К каждой девке Сейчас подойди Скажи Слушай У тебя есть Бесплатный Вариант Что-то в себе Изменить И любая Вот сейчас Вот если даже Кто-то напишет Типа Меня устраивает Все в себе Да все Это полная хрень Любая бы убрала Живот Сиськи бы На место поставила Там нос Не знаю Что еще Любая бы Захотела бы Что-то изменить Особенно бесплатно Просто у многих Нету возможности Это сделать Да Поэтому мало кто Это себе и делает Вот Видишь Оля поддерживает меня Все правильно говорю Так что Я просто поддерживаю Потому что Там Прошел эти операции Сам знаю Что перед вами Самое красивое лицо мира Это я Аня Аня Якунина И Собственно Первый президент Нашей страны Я Собственно Как и все С самого утра Хожусь В таком Не очень Предстательном виде Я не ложусь Как Якунина В постели Накрашенным Вот Поэтому Я такой Какой я Анечке Анечке У нее уже Все там Подведено А мы продолжаем Дорогие друзья И мы уже В нашей эфир Будем Завершением Но На закусочку Анечка будет ждать Лицопрос И состоит Это в самом конце А до Лицопроса Я хотела Говорить Об Ивлеевой Насте Что это? Что это за контры? Что это Вот это Вот Да Что это за деревня? Почему ты считаешь Ивлееву Деревенской бабой? Почему ты ее унижаешь? Почему ты ее оскорбляешь? Почему ты говоришь Что? Она такая плохая Давай Давай Сталкивай нас Лбами Молодец Но на самом деле Сейчас все ждут Какой-то Трэш Я буду снимать У нас позитивный Эфирчик Не будем обсирать Да и не за что Слушай Но она сама Не скрывает То что она Из провинции Как бы Я сама Из Подмосковья Поэтому Мне про это Что говорить Знаешь что Просто Первое время Когда я ее Видела У меня Прям была Такая Ненависть К себе В первую очередь Знаешь почему? Потому что Я смотрю на нее И все время думаю Блин Я же тоже могла бы Быть на ее месте Знаешь почему? Я тебе расскажу историю Тогда Когда еще В инстаграме Ее не было Вообще Никого не было На тот момент Когда Только пять людей Снимали вайны Еще 15 секунд Были видео Я пыльнула На своей странице До еще Проекта у меня не было Ни подписчиков Никого Я пыльнула Просто по угару С Будуна С девчонками Что-то угорали И сняли видео Переоделась Мусульманка Что-то поугарала И выставила это видео И такой ажиотаж был Я даже не думала Что инстаграм На такое способен В те годы Инстаграм Только-только развивался Это знаешь Какое время было Микуса Если ты знаешь Такого Вайнера Вот только он Снимал Вот такие Юмористические Прикольные видео И я тоже пыльнула И я смотрю У меня там чуть ли не Миллионы просмотров Хотя на тот момент Это прям Как будто сейчас Десять миллионов просмотров И я смотрю У меня просто Комментариев дофигища Все начинали говорить Типа Аня Давай снимай дальше У тебя все получается Я знаю Что у меня там Есть харизма Я играла в театре Я могла вот это Все дальше продвинуть Но я не стала Дальше ничего снимать Хотя могла Да Многие Подожди И быстро В течение года Наверное Стала Телеведущей На телевидении И Ну каждая Об этом На самом деле Мечтает Еще ты понимаешь Что блин Она же такая же простая Как и я Она там не из богатой семьи Никто ее не продвигал Она через постель Это все сделала Она все это сделала Просто через юмор Я бы не сказала Что прям пипец Какой талант Она просто обычная И этим она и цепляет То есть Если бы я дальше Продолжила Вот эту Тему снимать То есть Ну я бы была бы Сейчас по-любому Уже как Я бы по-любому Уже на Все опять Поэтому естественно Понимая то Что я могла Быть Там же Естественно Поначалу думаю Блядь Смотрю на нее Думаю Ну ты Сука Аня Ленивая Почему ты Дура Вот в своем времени Начала так же Вот продвигаться Как бы и все А сейчас я понимаю Что девчонка молодец Она действительно Многого чего добилась Поэтому ничего плохого Я не могу сказать Хоть бы ты Ты это и хотел бы услышать Но Нет Подожди Для всех Хороший Тот Дик Давай так В каждом человеке Есть что тебе не нравится Давай назовем Хотя бы пару Причину Ну хотя бы одну Причину Почему Что тебе не нравится В твоей земле Давай так Давай не будем Мне нравится Хороший Ну смотри Мне тоже начали После анонса Задавать этот вопрос В директ Типа Ань Почему она тебе Не нравится Я такой человек Что если мне человек Не нравится Я от него Отписываюсь За ним Не слежу Я не понимаю Тех людей Которые подписаны На какого-то человека И просто Ты меня бесишь Но я все равно На тебя подписан И буду писать Говенные комментарии Я как бы не из этих Я наявле его подписана Потому что Мне иногда Весело На нее смотреть Если бы она мне не нравилась Нахрена я на нее подписана Тогда Поэтому я не могу сказать Что что-то Прямо Мне в ней бесит Может быть Какой-то Иногда Переборчик Есть Ну не знаю Там В мате Но это Блин В этом она Есть Своя Не знаю Но из-за этого Ее и любят И что она просто Свой Я не могу сказать Что прям Что-то Раздражает В человеке Я вообще Такой человек Если что-то Раздражает Я разворачиваюсь Ухожу Или с ним Не дружу Или от него Отписываюсь Все Мне кажется Кто-то пытается Там Взаимодействовать С твоим Вайфайом А? Еще? Так, Анечка Дорогая Мария Дорогая Мария Все Собственно Ты опять ушла В пикселе Вот Давай ты выйдешь Опять Зайдешь снова Вот И Концовыш Проявил Нет 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 Сохрани Потому что у нас Будет блиц-опрос И блиц-опрос Будет на время Вот И Тормозить Не должно Давай Друзья Мы Продолжаем У нас Блиц-опрос Вот В принципе Уже Самый последний Я также Расскажу Орлова Чтобы разыгрывать Совсем скоро Блиц будет Очень интересно Смешно Поэтому Смотрите Не отключайтесь Анюта Ты не могла Быть На месте Потому что У нее Такой харизмы О Сейчас мы Об этом Скажем Анюте Анюта На самом деле Это ты Глючишь Больше Чем я Нет Нет Меня Все Прекрасно Видят А ты Вот Все Замри Замри Ты Кукла Кукла Барби Все Да Собственно Поговорили мы О Евлеевой И мне так Показалось Тогда Когда ты не хочешь О ком-то говорить Ты специально Ты специально Врубаешь Вай-фай А вы И Требенки Требенки в каждой маршруте. Ты прекрасна, у тебя есть хорошая, у тебя крутая харизма. Ну, ты просто пока пыталась рекламировать караоке и шмараоке. А тебе надо себя было вкладывать. Себя, да, надо было. С той активностью, той знаваемостью было тогда. Я расскажу о том, что ждут ребят. Сегодня в 6 часов вечера я выйду в прямой эфир. У нас будет рубрика с Дымком. Сделать мы будем сегодня тунца. Якунина не была на Сешельских островах, а мы там ловили рыбу в тунец и ели ее коптили. Сегодня я буду вам показывать копченого тунца по Сешельске. В 6 часов будет прямой эфир. Я буду выходить, собственно, с мангальной, поэтому всех милости просим. Будет очень вкусно. Анечка, тоже заходи. Что касается завтрашнего, у нас воскресенье. У нас кенфитер, не будет по выходным, а мы только побудем. А воскресенье у нас собственно розыгрыш 21.00, который называется «Халява плитки». И в этот раз мы с вами рады выбрать сертификат. 1000 рублей от Марии Егоровой. Дорогие друзья, участвуйте обязательно, выигрывайте сертификат. Это очень крутая штука. Участвуют все. Мужчины, женщины, молодые, старые и пожилые. Шансы выиграть есть у всех. Мужчины могут подарить своим девушкам, своим мамам, своим бабушкам. Мария Егорова будет рада вам подарить. Я, собственно, тоже. Поэтому завтра в 21.00, в 21.00 в воскресенье мы встречаемся с вами на розыгрыше «Халява плитки». А мы продолжаем. Что за молоко спрашивают? Видишь, все замечают, что тебе на телевидении надо, дорогой мой. Давай, да, мы подходим потом. Хорошо. И, собственно, мы подходим к концу. И напоследок, Анечка, у меня для тебя блиц-вопрос. Блиц-блиц-блиц-блиц. Просто блиц. Просто блиц-вопрос. Я помню. То есть смотри, объясняю тебе, объясняю тебе задачу. Что нужно делать. У тебя есть ровно две минуты. Ну, так как ты моя подруга, я тебе добавлю еще одну секунду. У тебя есть ровно две минуты. Одна секунда. Вот. Ну так, чисто, подружка. Вот. И 23 вопроса. Ты должна за две минуты, одну секунду ответить на 23 вопроса. Если ты на эти вопросы не ответишь, не ответишь, то для тебя будет задание, которое ты должна выполнить после эфира, отснять и выложить по себе в Инстаграм. Какое будет задание, ты узнаешь. В конце блиц-вопрос. Блиц-ответ. Поэтому, дорогие друзья, кто-то болеет за Ани Якуниной, кто-то не болеет. Но задание у меня, правда, очень интересное. Именно задание, если вдруг она не победит. Поэтому я беру телефон. Анечка, в твоих интересах я должна ответить на все вопросы. Ты должна ответить на все 23 вопроса. Это блиц. Ты должна отвечать быстро все, что придет к тебе. Давай хотя бы 10. Конечно же, я не ответила на 23. Я тебе добавил одну секунду. Я тебе добавил, подружка, одну секунду. Аня, это блиц-вопрос. Блиц-вопрос. У тебя ровно 2 минуты, одна секунда, а ответить на 23 вопроса. Я думаю, что ты справишься, друзья. Твоя задача правильно настроить камеру, чтобы ты не переспрашивал меня, потому что время твое будет тихо. Давай. Я беру телефон, ставлю секундомер. Секундомер. Собирись, блин, нахрен, я вообще сейчас ступить буду, как всегда. Вопросы очень интересные, и на них не надо размышлять, на них надо отвечать просто одним-двумя словами. Я надеюсь, там не будет вопросов, когда война началась, закончилась. Не будет, обещай. Смотри. Давай. Тань, Тань. Как найти на это телефоне, Тань? А, вот. Нет, это не он. Так, сейчас, я просто ищу. А, вот. Так, часы, часы, компас, фонарик, февраль, тело. Где у мамы? Надо кофе на маску, чтобы проснуться. Я еще не до конца проснулась, поэтому голова не работает вообще. А, вот, все, нашел. Вот, так, и мы включаем секундомер. Все, у нас время 00000000002, две минуты, одна секунда, дается на этот, собственно, на этот блик. Вот, потому, когда я скажу на старт, я начинаю задавать вопросы, ты начинаешь отвечать. Как меня слышишь, Тань? Прекрасно, к сожалению. Все, отлично. Камеру не трогай, мы поехали. Так, мы начинаем. Так, дорогая Анечка, продолжи фразу. Моя попа упругой как? Пока. Ария! Так, бля, Саня, не прыгай и говори четко, чтобы я слышу. Маш, да я убегу, пожалуйста. Ладно, все, я готова. И так, поехали. Анечка Икуня, продолжи фразу. Моя попа упругой как? Орех. Если мне нравятся два парня одновременно, я выберу. Ария! Я стала больше зарабатывать, как только. Че? Я стала больше зарабатывать, как только. Стану больше зарабатывать, как только. Я стала больше зарабатывать, как только. Я не слышу! Блядь. Вы, выключи, блядь, свою камеру и перезайди заново, я тебя прошу. У меня уже сил нету. Дайте мне интернет. Ну, ты опять глючишь. А вот сейчас у меня нормально идет. Ну, глючишь, глючишь. Глючишь. Заново. Ну, выйди. Ань, выйди. Да, потому что ты глючишь. Дайте ей интернет, давайте скинемся ей на вай-фай. Господи, люди. Это вообще, как так жить? Так, пусть она звук уменьшит, пиздец, противно. Ему баба не хватает, голову ударила, кони его. Так. Что там у нас шутит? Что за вопрос по стилю? Такое ощущение, что это кастинг у нее. Анечка, мы болеем за тебя. Ему письмо уже отрезали. Зачем трясти головой? Зачем он трясет гривой? Люди, я вас обожаю. Якунь, надо качать от него. Он может сам говорить мой мозг, успевая выразить от его слов, успевая взрываться. Он может с остановкой говорить, моя Анна, не успевая взрываться от его слов. Аня, беги, грязный кен, головушка помыл, головушка помыл. Ой, какие все добрые. Вот, потерь. Давайте, напомнишь ему, что он прямой эфир, а не в ТНТ. Что за малахов? Егор Транцев. Мужик. Так, все, Анечка с нами на связи. На связи. Аня. Я тут. Поставь телефон, не дергай ничего, пожалуйста. Все. Оставь. Все. Итак, друзья, мы продолжаем. Таймер запущен. Две минуты, одна секунда. Анечка. Давай. Начинаем. Я стала больше зарабатывать, как только. Пошла в эскорт. Чаще всего по ночам не пишут. Я почему-то сказала, что ты ответишь. Чаще по ночам не пишут. Чаще всего не хватило. Ань, ну не надо было так шутко. Ладость. По ночам. Чаще всего по ночам не пишут. В наше время сейчас девочки хорошо зарабатывают только на этом. Самый быстрый Пошел. Чаще по ночам не пишут. Слава. Ча? Чаще по ночам не пишут. Скинь фото сисек. Я радуюсь, как ребенок, когда? Никогда. Три мои преимущества перед конкурентами. Ну, нормально, чтобы все было. Я ненавижу себя хвалить, я не умею. Хорошо. Поехали дальше. На вопрос, когда ты выйдешь замуж, я обычно отвечаю. После того, как найдется мужчина настоящего в этой жизни, которого нету. Я понял. Следующий блок называется «Странные вопросы». Почему, когда спишь в обуви, болит утром голова? Это не вопрос. Право? Какой человек, такие вопросы. Почему болит утром голова? Почему, когда спишь в обуви, наутро болит голова? Потому что ветер так делает. Можно ли войти в историю с черного входа? В историю? С черного входа. С заднего входа, да. Если кошка гуляла сама по себе, откуда у нее появились котята? Оттуда. Откуда? Оттуда. В каких морях живет морская спинка? В морских. Как упадет кошка, если на ее спину привязать тиброт с маслом? На масло. Почему цветная капуста белая? Правда? Следующий блок вопросов. Или-или. Облегающие шорты или джинсы? Шорты. Сколько весит твоя грудь? Как две дыни или как две гири? Две гири. Если начнешь лысеть, побрейшься на лысо или пересадешь, возьмешь у Алианы? У Алианы? У Алианы, конечно, следующий блок. Личная жизнь. Вопрос на личную жизнь. Ты планируешь детей? Да. Если ты животный, то в сексе кто? Леденец. Что для тебя значит любовь? Душа. Если ты была всемогущей, что бы ты сделала с хейтерами? Послала бы им мозг и терпение. Для кого ты самая доступная? Для родных. Самая странная новость, которую ты о себе слышала? Вопрос даже, можно сказать. Тебя родные узнают? Что я говорю любимому, когда не хочу секса? Ой, слушай, иди с другими этим. Займись, у меня голова болит. Все. Ну, собственно, как и все, наверное. И, внимание, Аня уложилась почти в две минуты, одну секунду. Ее время состоялось семь минут восемь секунд. Ну так, Анечка. Да ладно. И тут, ну, как я уже сказал, да, какие люди, какие вопросы, такие люди, такие люди, какие вопросы. И тут не было вопросов про войну, но время семь минут. Слава богу. Поэтому ты попала, дорогая моя. Я не проиграла. Ничего подобного. Нет, я не проиграла. Я не проиграла. Ты проиграла. Все честно, все честно, по-другому никак. Поэтому, после того, когда мы закончим прямой эфир, сегодня ты должна снять видео, тебе даже одеть сексуальное платье и, собственно, станцевать, а, сделать какую-нибудь уборку в общественном месте, как делала это Ольга Бузова. Пойдем по примеру Ольги Бузовой. Вот, собственно, нам интересно посмотреть, сколько весит твоей груди вживую. Ты не или не ты. Поэтому с тебя сексуальное платье и видео, как ты моешь посуду, моешь туалет и так далее. А вот. Мы будем ждать. Классно ты придумал. Классно ты придумал, но, прости, пожалуйста, мне же нельзя никуда выходить. Я же немножечко больна, нет, у тебя дом, у тебя дом большой, у тебя народу много и можно сказать, что у тебя дом общественное место. оно общественное место. Поэтому делаешь это дома, либо у соседа подстрижешь кусты. Но только не в носу или на бороде, а в саду. Что, дорогие друзья, это была Аля Якунина. Я напоминаю, что в часе или в 3-м вечера я выйду в эфир, но это, кстати, я выйду в эфир с этой прожаркой, она называется с дымком. Мы будем с вами разговаривать на различные темы, которые вы захотите. И также будем с вами делать рыбку на пару, на дымку, то есть коптить тунца, сейшельского тунца. И завтра в 21.00 вас ждет розыск, розыск. от Марии Егорова. Это был Андрей Палахов. Анька, 5 тысяч рублей завтра участвует, будет очень интересно, вопросы будут про тебя. Поэтому, собственно, победитель выиграет 5 тысяч рублей. Ребят, 21.00, но и напоследок, Анька, конечно, хочется спросить у тебя, какие планы на будущее, что, как и так далее, что пожелаешь моим и нашим подписчикам, что в ближайшее время надо сидеть дома, никуда не уходить, а лечиться мне. Вот мои ближайшие планы. Все, супер. Дорогие друзья, это замечательный прямой чир. Я его тоже сохранил, второе видео. Это потрясающе. Я была рада тебя очень видеть. Да, это было весело. Я рада была тебя видеть. Мы с тобой очень давно не виделись. Я прям очень сильно соскучилась, когда все это прекратится. Надеюсь, мы с тобой увидимся и вспомним все наши былые времена. А особенно вспомним нашу последнюю ночь, которую мы провели с тобой. А все выставы мне расскажут. Помнишь ее? Нет. Ты помнишь? Нет. А что, есть что-то помнить? Последнюю ночь, на день рождения, где царство небесное был Децл. Кто? А! А! Точно, точно. Но у нас ничего не было, ребята, сейчас начнется. Журналисты не добывают. Жил-то? Да, мы обязательно встретимся, я тебя обнимаю, я за тобой слежу, знай, что я всегда буду рядом, всегда поддержу. Вот. Ты замечательный человек, ты хорошая подруга, ты станешь хорошей женой и отличной мамой. Мы тебя крепко обнимаем, целуем, любим, ждем видео обязательно, так как ты проиграла. Я уже забыла. Всем хейтерам, привет, привет, и маме, папе, бабушке, большой-большой привет, вот, и давай выздоравливай, больше не хворай, вот, и радуй нас, своей красотой. Спасибо большое, давай еще выйдем в эфир как-нибудь попозже, просто поболтаем без всяких игр, вспомним наши времена на Доме-2, мне это очень реально будет приятно вспомнить, поэтому не прощаемся с тобой. Да, не прощаемся, дорогие друзья, это был завтрак в постели с Егором Халяевым, мы встретимся с вами на следующем неделе, воскресенье, и вы узнаете, кто будет в моей постели в следующем. Всем пока-пока. Давай, пока. Отключите меня.